приветствую вас друзья снова в одном видео собрал много разных новостей про мир танков конечно же и чтоб долго не затягивать поехали 2 октября небольшое обновление 6 утра до 10 30 мск во время работ каждый из игровых серверов может быть недоступен в течение 45 минут после выхода обновления моды не слетят чё-то там будут исправлять какие-то технические ошибки также еще стартовал товарищ инженер в котором есть два блока задач с 30 сентября под 22 октября будут доступны задачи в режиме случайный бой и генеральное сражение если выполнить все задачи для случайных боев до 7 октября 1200 мск то есть у нас неделя автоматически становитесь участником розыгрыша 750 немецких прим танков 8 уровня средних пантера 88 по случайному обстоятельству я недавно взял три отметки на этом танке один из бою вы видите на фоне играл я на пресс аккаунте поскольку на основном аккаунте у меня три отметки уже есть очень давно я их набил еще до apple который был недавно у пантеры 88 а поскольку разработчики еще не додумались сбрасывать отметки пришлось на пресс аккаунте набивать танчик мне после аппа понравился я оценил его 7 из 10 танчик хороший большой картонный не прощает ошибок но если грамотно ездить по карте и реализовывать дпм неплохое пробитие которое апнули альфу которая тоже теперь нормальная да и точность неплохая в принципе результат делается хороший фарме танчик нормально единственное что этот танк не прощает ошибок поскольку это огромный коробок который часто горит если вы будете на нем получать то долго не поиграете рекомендую этот танчик получить по возможности по желанию либо вот в этом вот событие где можно выиграть тысячу этих пантер либо за боны в боновом магазине можно купить в общем варианты есть танк я одобряю он реально хороший если у вас есть скилл хотя как по мне на любом танке скилл ужин но в общем вы поняли также еще 250 танков получат те кто до 7 октября до 12 00 мск выполнят быстрее всех задачи в рандоме компенсация в серебре как раньше компенсации в золоте не будет поэтому если вы хотите пофармить золото как раньше такое событие уже много раз было то вы ничего не пофармите кроме серебра также еще у стримеров не будет розыгрыша прям танков который обычно проходил вместе с этим событием поэтому не у меня ни у других стримеров розыгрыша не будет по крайней мере так написали может быть там есть какие-то особенные стримеры у которых может что-то и будет но я не особенный обычный обычный ваш стример поэтому у меня розыгрыша танков не будет и проходить эти задачи я ради серебра тоже не буду у меня есть чем заниматься в игре поэтому мне это не интересно если у вас нету пантеры есть желание быстро пройти задачи и возможность рекомендую если нет забить следующая новость это обновленный табель календарь за октябрь как обычно там различные наградки можно получить на экране вот покажу вам что там можно получить смотрите надо оно вам или нет заходить каждый день клацать на сайте потом заходить в игру как уже обычно по традиции тут у нас есть случайное игровое имущество кому-то там скорпион выпадал по крайней мере так показали где-то на картинке но мне моим зрителям обычно падает один максимум три дня према это три дня према это видимо еще и повезло что выпадет в этом месяце посмотрим также еще в конце 31 числа видим набор декалей события царства теней и мы понимаем что это событие будет также еще анонсировали там ваффентрагера в общем движуха осенью у нас намечается следующая новость это обновление таймера до крупного патча 132 22 января таймер обновился и нарисовали нам очередной какой-то значок видимо леста наняла какого-то рисователя значков поскольку если посмотреть на все эти 11 звезд 11 новинок которые нас ждут в этом крупном патче каждому пририсовали какой-то значок уже пять значков заняли свое место осталось 6 из этих 5 значков мы видим что 11 левел орбита время первых там можно разные танчики получить потом lbz 30 там тоже танчики получить а также вот новая ветка огнеметов тоже опять же новые танки и так вот если посмотреть из этих 5 значков два значка у нас про 11 уровень и где их получать два значка у нас правил bz 30 один значок про огнемет и 0 3 10 через пару дней обновиться еще информация возможно еще что-то про огнеметы расскажут то есть мы видим что эти звезды их вроде 11 но одна новинка занимает по две звезды то есть грубо говоря 11 можно разделить на 2 вот такие вот новинки 50 процентные но видимо вбр сработал и пока что каких-то улучшений игры каких-то механик доработки основного чего-то в игре нет вообще но и тяжелые огнеметы анонсировали про которые видимо теперь будут еще рассказывать не один раз и эти тяжелые огнеметы скорее все будут без оглушения поскольку лбз 30 есть огнемет который без оглушения это новый класс техники тяжелые огнеметы и вот анонсировали ветку тяжелых огнеметов где я так понимаю тоже не будет оглушения у огнемета раз у него не будет оглушения наверно он будет дамажить тут я поспрашивал у людей кто обращал внимание на же уже огнеметы веры есть записывается ли огнеметы в танкование вот когда тебя струей рыжей поливают люди говорят нет я внимание особо не обращал записываться на там или нет но я так понимаю это очень весело будет выполняться лбз на танкование мало того что тебя голдой поливают теперь еще будут поливать огнеметы своими рыжими струями в общем крепитесь люди которые не выполнили лбз на танкование чем дальше в лес тем толще струя пока что этот крупный патч меня радует количеством контента но не радует количеством улучшений игры поскольку количество улучшений игры 0 каждый раз новая звезда заполняется и я уже из видоса в видос говорю ну надеемся что хоть в одной звезде мы увидим улучшение игры где-нибудь хоть какое-то но вот звезды заполняются заполняются мы кроме контента ничего не видим до новый контент это тоже прикольно но неужели игра идеальная нигде не надо ничего доработать что-то улучшить что-то изменить переработать переделать нет ну посмотрим чем заполнится остальные 6 звезд у нас наверное еще будут две звезды заняты штурм сау одна звезда займет анонс штурм сау вторая звезда займет рассказ про штурм сау поскольку видим что возле огнемета впритык есть одна звездочка не занятая как раз для того чтобы рассказать про штурм сау поподробнее и вот так вот по две звездочки у нас будут занимать что-то новое видим что сверху у нас еще на картинке еще по две звезды они рядышком находятся там тоже вот две звезды допустим займут штурм сау еще одна звезда внизу отдельная возле 11 уровня возможно это звездочка под 11 уровень который в лбз спрятан и сверху еще две звезды которые отдельно там неизвестно что то есть так получается что по сути у нас все звезды заняты кроме верхних двух которые тоже рядом и возможно это тоже анонс чего-то плюс рассказ про это и все и по сути в этих новинках может не быть вообще улучшение игры никакого дай бог если в этих последних двух звездах что-то будет но не факт также еще новость с 1 октября по 1 декабря в сражениях укрепрайонов будут временно ограничено использование следующих танков вылазки восьмого уровня нельзя будет играть на бураски и на бз-176 вылазки шестого уровня нельзя будет играть на стайп c4 т3 485 м и прокачиваемый танчик м6 вместо того чтобы заниматься балансом просто танки вычеркивают из режимов и вы их прокачивали покупали но играть не сможете нельзя при этом не сказать что кроме этих танков больше имбовых нету их полным-полно поскольку баланс ну такой призрачный чисто но при этом при всем десятки в балансе на десятках можно играть на всех следующая новость на сайте опубликовали лимонадный счетчик на котором за лимонаде ки под крышкой которых золото выдали уже 88 миллионов золота это приблизительно 350 тысяч бутылок по 99 рублей это примерно 34 миллиона рублей этот лимонад который люди говорят что он невкусный собрал вот столько денег но там еще наверное сколько-то стоит производства этого лимонада поэтому нельзя сказать что столько заработали часть денег еще уйдет на производство на оплату там зарплаты туда-сюда но в общем лимонаде крутится бабки мутятся ну и последняя новость на сегодня про танк 9 уровня аллигатор нам его как-то показывали мельком где-то там и вот теперь полноценная новость в группе которая грубо говоря анонсит всякие сливы от разрабов и этот аллигатор девятого уровня мы увидим в сборочном цехе мы снова будем собирать птшку в игре же птшек очень мало очень много у нас сборочных цехов на пт конструкторских бюро на пт птшек в коробках много веток с птшками вот недавно вышли опять же много а потом у нас вопросики а чё пол рандома играет на пт куда ни ткни везде дают птшку удивительно чего на птшках люди играют можно игру переименовывать в мир пт но сборочный цех у нас обычно бывает когда на новый год и в сборочном цехе обычно у нас прям танчик видимо это будет прям танк 9 уровня будем по кускам собирать этот танчик также есть информация что в этот раз в прогрессии не будет обязательных для покупки этапов не за золото не за боны но там походу есть нюансы какие-то я так понимаю наверное поменяли золото или боны на что-то другое на что что у нас еще есть в игре серебро свободка чертежи я не знаю что еще можно туда засунуть деньги я не знаю но в общем золото и боны не понадобится а чё понадобится узнаем но также интересно когда будет этот сборочный цех на новый год или раньше или что до нового года еще далековато вроде как рано еще анонсировать непонятно но также смотрим что в рубке 300 миллиметров что голду десяток танковать не будет в лд 257 миллиметров что в принципе и голду восьмерок будет танковать с трудом это не всех по пушке альфа 390 нормальная альфа пробитие под калибером 268 ну нормальная но это под калибер а также кумулятив 310 специальный снаряд ну такое себе пробитие конечно для кумуля но все же это девятка ну и фугасиком повышенное пробитие 105 фугасики не забываем возить пробивать бумажные танчики на 480 наказывать картонки принципе вот такой вот танк с максималкой вперед 30 назад 14 удельной мощностью 10 обзор 400 сведение 18 точность 035 орудия вниз опускается на 10 по сторонам 18 дпм 3 косаря вот такой вот агрегат нас ждет на халяву всем кто пройдет сборочный цех когда он будет посмотрим в принципе это все новости в этот раз они более-менее лайтовые но я думаю что когда расскажут подробнее про тяжелые огнеметы я думаю будет весело пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока